Сегодня я ответил на один из комментариев своего подписчика и подумал, что стоит озвучить это мнение для всех. В названии ролика поставлен вопрос, почему нужно критиковать все в России. Вот именно это мне очень часто пишут в моем блоге. Почему вы все критикуете? Вы критикуете родильные дома, вы критикуете Навального, вы критикуете правительство, но вы опустились уже до такой степени, что вы просто критикуете народ, даже русский язык и прочее-прочее. Кто-то говорит, что это называется русофобией. Я с этим не согласен, потому что русофобия это страх русских. У меня нет никакого страха перед русскими. Те чувства, которые я испытываю к России, я лучше бы не хотел их описывать, они не самые радушные. Почему я считаю, что нужно критиковать все, что связано с Россией и сейчас? Именно сейчас ни в коем случае нельзя чем-то восхищаться, превозносить, пытаться внушать людям, «Да нет, все замечательно, все не так плохо, правительство плохое, но люди, люди-то хорошие, замечательные, давайте будем говорить о хороших, добрых людях, о мелких подвигах, которые совершаются и прочее». Я выскажу свое субъективное мнение, то, что вы прочитали в самом начале. Я считаю, что патриотический угар в России, в том числе постоянное, многолетнее, абсолютно беспочвенное, бессмысленное, ни на чем не основанное, раздувание, величие в России приобрело какие-то катастрофические масштабы. Все, что мы слышали последние годы с российского телевидения, от российских журналистов, в том числе непосредственно от Владимира Путина и других правителей, мы самые лучшие. Мы самые большие, мы самые великие, мы самые красивые, мы самые добрые, мы самые богатые, мы самые справедливые, в конечном счете пришло к тому, что у людей полностью сместилось нормальное, человеческое, спокойное восприятие себя. Вернее, сейчас среднестатистический русский просто вообще не способен себя адекватно воспринимать. Вот эта самость и величие проявляются в абсолютно хамском поведении российских туристов по всему миру. Где они везде чувствуют себя как хозяева, везде заходят как завоеватели и считают, что все должны перед ними присмыкаться, кланяться, выслуживаться перед русскими. Просто потому, что они русские. Дальше. Они считают, что они могут везде насаждать свои порядки и законы, что они вообще самые культурные по сравнению, как они говорят, с малыми народами. Это все такие замечательные люди, ну куда уж им до русских. Вот именно русская культура вывела их из первобытного строя, научили их читать и писать. Посмотрите, как мило, с какими добрыми глазами. Владимир Путин рассказывает, что до прихода советской власти в Казахстане не было государства и вообще ничего нигде не было. А вот появилась Россия, и там все, так сказать, выросло и заколосилось. И не рассказывайте мне, что эта мысль не сидит в 98% голов российских граждан. Они на самом деле думают, что Прибалтика выиграла от того, что была в составе Советского Союза. Они на самом деле думают, что Грузия или Армения, великие древние народы, очень сильно выиграли от того, что 70 лет изучали только русскую литературу или учились говорить и писать по-русски. Они вообще уверены, что украинцы страдают без русской культуры. И можно говорить о любом народе, не только когда-то входящем в состав Советского Союза, но и по периметру у русских ощущения, что они осчастливливают всех на этой земле. И поэтому я считаю, что необходимо в наше время постоянно критиковать, для того, чтобы у людей в какой-то момент где-то у этих 98% вдруг зашевелилась мысль, а может быть мы такие же, как все? А может быть мы всего лишь один из немногочисленных народов на этой земле? А может быть мы не так-то и много сделали и внесли в развитие человечества? А может быть все, что нам говорится, это слишком раздуто? А может быть русский язык не великий и могучий, а всего лишь один из множества языков на этой земле, несущий в себе не слишком-то много смыслов? Да, прекрасно рифмующийся. Да, на нем говорили Пушкин, Лермонтов, считающиеся, кстати, основателями современного русского языка. Но это в масштабе мирового культурного наследия маленькие крошечные песчинки. Если в конце концов русский патриотизм, накал этого сумасшествия, немножко снизится, я буду считать, что я не зря проводил время в YouTube. Если русские станут чуть-чуть скромнее, чуть-чуть тише, чуть меньше выпячивать свой патриотизм и свое мнимое величие, я считаю, что в конечном счете мы все жители земли выиграем. Потому что когда-то вот именно эти настроения приводили не только к возникновению фашизма, но и к возникновению страшных войн. Когда-то величие в немецком народе расчесали до такой степени, что оно уже нигде не помещалось. И это величие понесли в другие страны. Результат мы все знаем. Я считаю, что гипертрофированное стремление к величию – это плохо. И поэтому в своих роликах, так или иначе, я показываю эти болезненные точки, эти настоящие гнойники, о которых не принято говорить, в том числе родильные дома, убогие больницы, хамство, коррупция, воровство – все то, что процветает в России. И как только кто-то смеет называть вещи своими именами, вспомним случай с Серебряковым, когда он назвал главные качества российского общества «наглость, сила и хамство», кажется. Что началось? Травля. Почему? Да потому что не согласны они с той картиной, которую они сами себе нарисовали, и с реальной фотографией, которую им показывают в лицо. Или сейчас, на этот раз, два хорватских футболиста, у которых хорошие добрые связи с Украиной, потому что они играли в украинском футбольном клубе, сказали обычное слово, применяемое в этой стране всеми – «Слава Украине». И этим они оскорбили русских. Вы только представьте, не имеющее к ним никакого отношения обращения, оскорбило русских, и они заставили через ФИФА извиняться этих футболистов. Вот это расчесанное величие, оно становится неприличным, неприемлемым. Оно начинает мешать всем остальным, людям, не имеющим никакого отношения к больному российскому патриотизму. Сейчас период охлаждения, сбития спеси, как я это называю, период приземления для того, чтобы патриотизм не превратился в глобальную катастрофу, чтобы все эти уверенные в том, что они несут добро и справедливость на земле, не дай бог, не понесли ее дальше за пределы своей страны. Когда-нибудь я сделаю ролик, как я представляю себе адекватную, красивую, добрую Россию. Страну, которую я хотел бы видеть в числе своих соседей. Я думаю, что у России есть путь выхода из той ситуации, где они находятся. Я не верю, что они когда-нибудь встанут на него, прежде чем потерпят какое-то большое военное, моральное, политическое, стратегическое поражение. Если это с ними произойдет, возможно, они очнутся все сразу, вся нация. Начнут спокойно и адекватно себя оценивать. И, возможно, тогда нужно будет их мотивировать и поддержать. Но не сейчас.